Микс Ньюс Добрый вечер, еще раз публицист мой коллега и историк Игорь Ватолин, добрый вечер Добрый вечер Много событий, попытаемся так вот по порядку разложить по полочкам поговорим о самом актуальном и насущнем наших радиослушателей в том числе ну может быть начнем вот с этой ситуации вокруг Кришской думы О, это целая эпопея Гомера нет на нее современного С одной стороны, я думаю, что очень многие те, кто следили подробно за ситуацией в Юридическом супруге, в принципе понимали, что ситуация назревает Поэтому, наверное, уже о самом факте распуска тут, наверное, ничего сенсационного нет, но вокруг этого Может быть тогда такой вопрос Понятно, что не было, наверное, у тебя какого-то удивления, когда вот инициатива поступила, но многие считают что даже те, кто был к этому морально готов, в том числе ну и с правящей коалицией, они, видимо полагали, что времени остается мало скорее всего, внеочередных выборов не будет В связи с этим, может быть, чехарда и началась то на полтора года то на пять и там с половиной лет Вот, может быть, несколько слов вот об этом обо всем Ну вот у Шекспира Ну да, у Шекспира есть комедия ошибок Здесь, конечно, были ошибки и комедийных ситуаций хватало Но я бы назвал всю эту эпопею комедия неожиданностей Потому что все началось с неожиданного отбытия господина Ушакова в Брюссель и отчасти неожиданной была его отставка хотя там тоже можно было предугадывать И вот с этого момента, собственно говоря начался затяжной кризис И главным сюжетом этого кризиса была неспособность Ушаковской коалиции управлять Рижской думой И, собственно говоря, когда там начался раскол, разброд и шатание там отделилась четверка И там новоназначенному мэру Олегу Бурову пришлось вот как бы выступить медиатором, чтобы вот как-то договорились В общем, Гречу было нескучно В результате не договорились И Олег Буров был уже вторым мэром после ухода Нила Ушакова В общем, это был действительно кризис из которого, наверное, при каком-то раскладе Ну, при более конструктивном поведении всех участников Ушаковской, бывшей Ушаковской коалиции Наверное, можно было найти вполне конструктивный выход И Олег Буров, ну, честно говоря смотрелся как вполне дееспособный мэр Искать поддержку в этой ситуации со стороны партии основной оппозиции С учетом сложной ситуации не только в столице но и в целом Вот отношение к согласию А поскольку там был один блок Согласия Честь служить Риге То это затрагивало и, соответственно Все силы этого блока Это отдельный Довольно интересный вопрос Но моя версия, что пока Согласие не сделает Работу над отшибками Которую обещал нам новый Председатель партии Иоанн Сурбанович До этого момента Согласия и его сателлиты Будут нерукопожатными И, соответственно Там каких-то конструктивных Вариаций, коалиции При участии Согласия И его сателлитов Ну, рассматривать не приходится К сожалению Вот Ну и, соответственно Подошли вы к неощренному выбору Да, Согласия Ну, когда в товарищах Согласия Согласия нет На латых дело не пойдет Вот Ну, вот и здесь не пошло Ну и, конечно Неожиданностью Очередной в этой череде Комедии неожиданностей Стала 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 инициатива Роспуска Думы Не в силу там Не способности договориться А в силу Мусорного вопроса Вот Подвел мусор Но это, кстати, очень странно Что очень опытный Думский Деятель Олег Буров Не понял Что Если От Ответственного Министерства Поступают Некоторые Вопросы Претензии Их надо Удовлетворять Во всем объеме А не Говорить Что Вот В министерстве Свои юристы У нас Свои юристы Наши юристы Мне сказали Что все в порядке Мусор у вас убирается Не правда ли Значит все в порядке Ну вот Оказалось Что Не все в порядке Это вот Получилась Последняя Наверное Неожиданность Хотя Всяко может быть Под Рождество Особенно Относительно Рижской Думы Но сейчас Да Сейчас вот Открывается Перспектива Предвыборной Гонки До конца Так и Непонятно Это будет Дума На полтора года Или на Пять Или на пять С половиной лет Но это Через какое-то время Мы услышим Но такой Самый приблизительный Анализ И здравый смысл Подсказывает Что если Принимать Какое-то Исключительное Правило По Рижской Думе То это Невольно Коснется И других Самоуправлений И там Вот какое-то Такое Ручное Управление Такой Достаточно Серьезным Вопросом Как Выборы Столичного Самоуправления Ну мне кажется Тут При всей Абсурдности Ситуации Что Дума Избирается На полтора года То есть Фактически Работать она будет Ну там Год А то и меньше Но все равно Надо вот Пройти через Эту Странную Ситуацию Лишний раз Убедиться Что Ну как-то Ну надо пытаться Управлять столицей Рационально И не допускать Таких вот Комедии ошибок Комедии Неожиданностей Но все-таки Не менять Законодательство Ради Вот Одной Одной Отдельно Взятой ситуации Ну в любом случае Мы можем Как сейчас Такое модное слово Латышское Презюмировать Или констатировать Или предполагать Что если Что скорее всего Досрочные выборы Будут Можно конечно Дискутировать О том на полтора года Или там На пять Они будут Эту неожиданность Мы уже получили Мы уже получили Да И представитель Да Это было ТБ Весу Латвии Сказал Представитель Вот Глава Рижского отделения Партии Что мы должны Вернуть Вот Опять Ригу сделать Латышской Вот это Он сказал Ну Вот И этим Вот И вот здесь Неожиданности Не было Потому что Сделать Ригу Латвию Язык В школах Да Надписи Не знаю На табличках Улиц Туалетах Где угодно Латышскими Это постоянная Мантра Национального Объединения Она Греет Ну порядка Десяти процентов Плюс-минус Избирателей Которые Голосуют За эту политическую силу Так что Этим Нас А что А можно Действительно Не удивили Ригу сделать Латышской Не в плане Того Что завтра Так сказать Все будет Только моноэтническая Рига Да Мы понимаем Что такой фантастический Сценарий Наверное Не произойдет Но вот Придет другая Коалиция Условно говоря Ну к примеру Как в Сейме Похожая Ну Мы сейчас Я понимаю Что спекулируем Ну допустим И скажет Ну да Понятно Что законы Конечно Сейм понимает Ну мы же можем нести Свою лепту В том Чтобы Латышскость Укрепить Ну к примеру Там поменять Директоров школ Не утверждать Устав школ Где сказано Что есть билингвальная модель А Рижская дума Скажет Нет Сто процентов На латышском Ведь можно Не ну Если С точки зрения Целей Национального Объединения Да Это сон Это их мечта Это Вот то Что им снится Я не думаю Что это Возможно Но я понимаю Что возможно Другое И чего Честно говоря Ну лично Я ожидаю Где-то С 2012 Года Когда после Ошибки Вот это вот уже Комедия ошибок После ошибки Согласия С поддержкой Языкового Референдума Но эта партия Стала Нерукопожатной И вместо того Чтобы Проделать работу Над ошибками Осознать Извиниться Посыпать голову Пеплом Ну Партия И ее лидер Нил Ушаков Бывший уже Упорствовали В этой ошибке Там была Риторика Близкая К риторике Ненависти Было Особое Такое Отношение К оппозиции В Рижской думе Но это Отдельная тема Не раз Проговоренная Но пора Уже Вот Выходить Из этого Окопа Куда Сами себя Загнали В 2012 Году И Становиться Рукопожатными Сохраняя Бренд Согласия Или если Ну никак Не получается Расходясь На какие-то Другие Политические Силы Но Совершенно Понятно Что на этих Выборах Честь служить Риге Будет Стартовать Отдельным списком Я думаю Что Это Этот Союз Он Ну Он Одно время Оказался Целесообразным Выгодным На 10 лет Но вот Все Видимо Здесь вот Конец И поэтому Возможно Какие-то Будущие Комбинации В Рижской думе При участии Честь служить Риге Если они там Преодолеют Соответствующие Процентные Барьеры А просто Кстати Показывают Что Ну При всей Убедительности Господина Бурова В мэрском Кресле Ну Тем не менее Потенциальные Избиратели Так вот Не склонны Вот так Сразу Голосовать За честь Служить Риге Там скорее Остаются Верными Линии Про Ушаковской Это Такой Один из Курьезов Нашей Политики То есть Понимание Что Согласие И вот Все эти Нестроения В Рижской думе Не потому Что там Латышский Заговор Во главе С НО А потому Что там Просто были Допущены Ошибки И прежде всего Вот этот Коррупционный Скандал С Рига Сатексом И потом Вот все Посыпалось Как из Рога Изобилия То есть Короче говоря Заканчивая Мысль Если на Выборах В Рижскую Думу Выйдет Обновленное Согласие Как бы Оно Ни называлось Выйдет Уже Не в одной Коалиции С согласием Честь Служить Риге Выйдут Другие Партии То мне кажется Вопрос Там Латышская Рига Не Латышская Рига Не будет Стоять Но естественно Рига Столица Латвийской Республики Должна быть В том числе И латышской И мне кажется Что здесь Просто не надо Отдавать Вот этот бренд Там Латышская Рига Одной партии Ну естественно Латышская Но одновременно Столь же понятно Что там На улицах Риги Звучит И будет звучать И русская Речь И английская И много Всякого Разного То есть И знамени Надо Красно-бело-красное Отдавать Одной партии Это Наше Знамя И Наша Рига Наш латышский Язык Русский Язык Английский Язык В общем О языках Еще поговорим Ну вот Возвращаясь Все-таки К самому Процессу Выборов Он уже Не за горами Уже говорят Что выборы Случатся Или 29 февраля Или там Не знаю 7 марта Ну по субботам Да Я думаю Ты согласишься С тем Что у всех Партии Не знаю Правые Левые Согласия Националы Или Другие Пока наверное Есть основная Проблема лидеров Где эти Харизматичные Лидеры Потому что Избиратель Ну он достаточно Консервативен В своих Пристрастиях К лидерам То есть Люди зачастую Голосуют Не вот за партию Как таковую А программа Вообще считает Хорошо Если 1% А именно За конкретных Вот людей За личностей Где они Ну я думаю На выборах Самоуправления Даже столичного Этот фактор Несомненно Есть С другой стороны Ну мы помним Историю Когда Там вот В рамках Согласия Возникло Несогласие Между Янисом Антоновичем Юркенсом И Сергеем Леонидовичем Долгополовым Там даже Возникла Отдельная Партия Долгополова И Янис Юркенс Возглавил Список Согласия На выборах В Рижскую Думу ПНС тогда Партия Народного Согласия И был уверен Что вот его узнаваемость Его там Харизма Его там Заслуги Они автоматически Обеспечат прохождение Но Там не добрали По-моему Меньше тысячи голосов То есть Чуть-чуть Не добрали А вся компания Была построена На то Что Янис Юркенс Наше все И это Доказывает Что да Узнаваемость Несомненно Но с другой стороны Если это Муниципальные выборы Если там не только политические Но и хозяйственные вопросы То не менее важно Чтобы у лидера Была его команда Чтобы он мог показать Что вот в одном списке Со мной Идут специалисты По Транспортной инфраструктуре Специалист по городскому планированию Социальное обеспечение И так далее И вот лидер И его команда Ну Узнаваемый лидер Ну я думаю Что Мы Пока можем только гадать Кого выдвинут партии Я думаю Что Рижская дума Особенно если там будет Пять с половиной Это достаточно интересный Объект Для работы В позиции Так что возможно Кто-то даже Из Сейма Решит Ну отдельные фамилии Перейти на На муниципальную площадку С другой стороны Если совсем честно Я тут Не буду Биться Об заклад Но вот вариант Что Нил Валерьевич Ушаков Сменит Евродепутатство На Рижскую думу Да На Рижскую думу Не верю Как Станиславский Посмотрим Может быть Действительно Сменит Может не сменит Но пока не верю В общем Надо наблюдать Надо наблюдать И понимать Что это действительно Очень серьезные Выборы Но вот этот Лозунг За латышскую Ригу При всей его Абсурдности Мне кажется Что Другие партии Представленные Сегодня в Рижской думе Из так называемой Оппозиции Ну Ну как это Это мелко Хоботов Да Вот Это как-то Ну совсем Вот так Паскона Совсем Квасной Вот Патриотизм И я думаю Особенно Либералы Атест и Байпар Которые будут Стартовать Отдельно Списком Объединения Ну не должны Участвовать В таких Сомнительных Сомнительных Абсолютно Нелиберальных Мероприятиях Игорь Батолин У нас в студии Буквально Пару минут На рекламу Не переключайтесь Игорь Батолин У нас в студии Напомню Еще раз Добрый вечер Вот на этой неделе В самом начале Была такая Акция Очередная акция Русского союза Латвии В защиту Русских школ Может быть И правильно Что Вот Неважно Какую политическую Сию они представляют Но тем не менее В конце прошлой недели Да В конце прошлой недели Если быть точным Что они По крайней мере Напоминают Что эта проблема Существует Это просто Вот приняли закон Что-то там ввели И забыли Да Вот Может быть Несколько Что-то Плюс там Было еще Несколько Интересных Как мне кажется Не новостей Но событий Как говорят Коллеги С Москвы Да А именно Тоже На прошлой неделе Прошла конференция Организованная Староверами Посвященная Памяти Ивана Ферапонтовича Юпатова Который в межвоенный Период В демократической Латвии Был депутатом Сейма И что Важно Возглавлял 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 Отдел русского Образования При Министерстве Образования Тогдашнем И Собственно Говоря Вот на этой Конференции Обсуждалась Его Личность Деятельность Его Наследие Как он Действовал В той Обстановке И Мне кажется Это тоже Довольно Знаменательное Событие Вот оглядываться На историю Русского Образования Но при этом Понимая Что Сегодня Вот Говорить О Такой Вот чисто Русской школе Гомогенной Вот точно так же Как и Латышской Риги Это Нонсенс То есть Понятно Что Латвийская Школа Куда Приходят Дети С первым Латышским Языком С первым Русским Языком Или с другими Языками Она должна Быть Многоязычной Что у нас Один государственный Язык Латышский Так что Выходя из Этой школы Он должен От зубов Отскакивать И То Что было Принято Решение В конце 2017 18 Учебного Года Что все Экзамены В средней Школе Сдаются На государственном Языке Кстати Это решение Было еще До языковой Инициативы Шадурскиса Принято И Не встретило Никакого Сопротивления Даже со стороны Русского Союза Латвии То ли Проспали То ли Согласились И Собственно Говоря В этот момент Отдельной Русской Школы Не стало Возникла Единая Латвийская Школа А вот Как Действовать Этой Школе Это Большой Вопрос И Здесь Есть Вот Этот Языковой Извод Который Поднимается На щит И Русским Союзом Латвии Но Русский Союз Латвии По моей Оценке Субъективный Разумеется Выступает Тут Спарринг Партнером Как раз Карлиса Шадурскиса Вот В свое Время Рейтинг Русского Союза Был Совершенно Таким Печальным И Вот Появляется Черный Карлис Со Своей Очередной Очень Неожиданной Инициативой Вот Тут Как раз Комедия Или Трагедия Неожиданностей И Собственно Говоря Никто Ни От Партнеров По Коалиции Ни Тем более Вот Целевая Аудитория Русскоязычные Учащиеся Их Родители Ничего Подобного Не ожидали Ничего Подобного Не было Записано Ни в плане Национального Развития Ну Ясное Дело Что Латышский Надо преподавать По возможности Хорошо Эффективно Чтобы Была действительно Конкурентоспособность По окончании Средней школы Но вот Такого Радикального Поворота Укрепления Языка На всем Протяжении Школьной Вертикали И В основной Школе И В средней Где Фактически На этом Ликвидировалось Образование По программам Нацменьшинств И Вот Эта Неожиданность Конечно Всех Поставила В тупик Добавила Дополнительные Тревоги Педагогам Которые Работают В этом Сегменте Школ Но Одновременно Не следует Забывать Что Эта Инициатива Была Озвучена В Контексте Проведения Общей Общешкольной Латвийской Реформы Содержания Образования Так называемая Компетентностная Реформа А Эта Реформа Проводится Далеко Не только Потому что Евросоюз Выделил 14 Или сколько Там Миллионов Евро На ее Проведение Как говорят Некоторые Знающие Люди А потому Что Действительно Школа Как Институт Как Жанр Которая Вот в Нынешнем Виде Возникла Осуществляя Идеи Великого Яноса Амоса Каменского И которая Постепенно Сложилась Но в основном К началу 19 века Вот Эта Школа С классно Урочной Системой С представлением Что за школьным Предметом Должен стоять Предмет Большой Науки Учить Всех Всему Вот Эта Вот Школа Собственно Тем больше Уходит И прежде всего Потому что Изменилась Совершенно Структура Доступа К знанию Одним кликом Компьютера Можно Получить На экран Какие Угодно Сведения То есть В этом смысле Учитель Как знаниевый Информатор Эта функция Все Приказала Долго жить Другой момент Вот школа Готовит К рынку труда Ну Школа Потом вуз К рынку труда Как выглядит Современный Рынок труда Это Тема Для одной Серьезной Дискуссии Мы толком Не понимаем Как выглядит Рынок труда Но ведь Абсурд Извиняюсь Что перебиваю Но как бы В этом контексте Напрашивается Такая реплика Или вопрос Ну вот А нужно ли Это Не зная Тем Кто вот эту Всю политику В сфере Образования Формирует Потому что Если мы Почитаем Последние решения Это наверное Другая тема Тоже тема Отдельная Конституционного суда Где они говорят Слушайте Ну да Есть там Рамочная конвенция Конституция Но есть еще Историческая справедливость Поэтому И в частных школах И колледжах Государство вправе Указывать На каком языке Учить физику На каком биологии Ты возвращаешь к языку Я же вот Попытался Ничуть не обесценивая Значение этой темы Я же не про это Просто сказать Что да Языковые умения Являются нужными Важными И госязык И родной язык Все и заняты Не подготовка К людям Но надо понимать Что это все происходит В контексте И вот этот Кризис Школы Как жанра Что должны Обязаны Понимать Прежде всего Политики Работающие В этой области Несомненно Чиновники Директора Школы Учителя Должны Ну и родители Тоже Ну что Сама школа Ситуация школы С классами Уроками Вот как мы Все еще Ходили В свое время Она проблематична Она неоднозначна И как Правильно Не знает никто Но там Где руководители Школы Понимают Эту ситуацию Вот эту Проблематичность Самой школьной Ситуации Там более-менее Как-то Здравого смысла Все-таки Побольше А где И администрации Учителя Плывут по течению Просто выполняют Инструкции Там К сожалению Вот эта вот Утечка здравого смысла Происходит просто Очень-очень быстро И плюс И вот тут Появляется Черный Карлис И говорит А вот мы Для усугубления Кавки В вашем Сегменте Школ Еще И Все Переводим На латышский Вот И это Конечно Да Делает Ситуацию Не просто Сложной Она была Сложной Вот в связи С переводом Всех проверок На госязык Что еще раз Повторю Не вызвало Протестов Но Но было Сложно Но когда Вот верблюда Грузят И тем Компетентностной Реформой А Я Напомню Что компетентностная Реформа Подразумевает Что учителя Которые Вот работали Работали По старому Должны 1 сентября Указанного В графике Перехода Года Просто прийти С другой Структурой Своего Профессионального Сознания Не прийти Профессионального На трансляцию Знания Умения И навыков А уже На Другую Ситуацию Подтверждение Не о языке Мой сын Говорит Я должен идти К нулевому уроку Это по 8 Аж Я говорю Что случилось Математика Еще чего-то Я как всегда Важные предметы Пятый класс Он говорит Нет пения Я говорю Не понял Оказывается Он там неправильно Написал какую-то ноту Это общеобразовательная школа Не музыкальная Он должен был пойти По 8 Ее переписать Чтобы получить там Ну позитивную оценку По 10-балльной системе Четверку или пятерку Он там вымучил Как-то ему трудно Ноты даются Я спрашиваю Это для чего И кому Это все надо Может быть я не прав Не ну Как бы Если школу рассматривать Просто как Место социализации Дети видят сверстников Видят галерею Разных взрослых И полосу препятствий Которую надо В виде нос Успешно Да Преодолеть Разные там Пойди туда Не знаю куда Вот разные испытания Да Вот там Баба-яга Игра такая Да Или там Налево пойдешь Да Царь послал Ивана Царевича Там вот Жаркицу поймать Да И коня там Не потерять И там С ума не сойти Ну в этом смысле Да Вот какая-то Вот такая правда Что вот школа Как такой Громоздкий Громоздкая машина Для Обряда Инициации Вот преодолеть Полосы Различных Хитроумных Препятствий Так 12 лет Вот 12-летняя Инициация В этом В этом есть Какой-то Еще первобытный Смысл Но По большому счету Мы же понимаем Что Нужные навыки Они Обретаются Уже сейчас Ну не только В школе Конечно А иногда И не столько В школе И вообще Вот я еще раз Подчеркну Вся эта ситуация Очень проблематичная Плюс Вот Карлис Петрисович Шадурскис Нам Еще Сказал А вот Пусть она Для вас Будет Не просто Сложной И проблематичной Пусть у вас Будет Кавка И Хармс В одном Флаконе И И Действительно Мы туда Попали Ну Про Конституционный Суд Это Отдельная Тема Я просто хочу Сказать Что когда Правящая Коалиция В стране Одобряет Пусть Пусть Даже Идиотское Решение А Оппозиционеры Политики Которые Не смогли Ну В дискуссии С оппонентами Политическими Отстоять Свою правоту Подает Прошение О протестовывающее Решение В Конституционный Суд Я думаю Что Решение Этого Суда Ну Конечно Ангельский Высший Божественный Суд Наверное Не обратил Внимания Не на Какие-то Там Поверхностные Незначащие Политические Изводы Но реальный Конституционный Суд Латвийской Республики На это Обращает Внимание И я думаю Что то Что Жалобу Родителей Или каких-то Общественников Которые Специализируются На данной Теме Что рядом С ними Были Депутаты Оппозиции Это была Тактическая Ошибка Или не ошибка Но просто Вот В стиле РСЛ Ну Как бы Ну Как это Не Своего мы Не добьемся Мы это Заранее знаем Но согреемся Обретем Пиар Нас Заметят И вот К сожалению Вот эта акция Ну Как С точки зрения Организации Очень Убедительная Акция Там В полу Во тьме Люди идут С фонариками Подсвечивают Небо Скандируют Лозунги Барабанят Барабанщики Впереди Идут Дети Среднего И младшего Школьного Возраста Вот это Честно говоря То что В этой акции Мне очень не понравилось А если там Какие нибудь Отморозки Решили бы Там Чего нибудь Устроить Какую нибудь Провокацию Бросить Чего нибудь Там И так далее Но это неправильно Впереди Выставлять Детей Особенно Младшеклассников Я понимаю Что для картинки Для фотографии Это очень красиво Но Как то Вот тут С этикой По моему Не совсем Это дружит Но Тем не менее Вот вышли Продемонстрировали Петицию На деревню Дедушки В Евросоюз Татьяна Аркадьевна Жданок Вот Собственно говоря Русский союз Латвии Не представлен Ни в самоуправлении Столичном Ни в Сейме Один депутат В Евросоюзе И то я бы сказал При участии Карлиса Петрисовича Шадурскиса Потому что После Инициативы Шадурскиса Осенью 2017 года По укреплению Госязыка Русский союз Латвии Воспрял Это вот как В фильмах Ужастиков Там вот Появляется Повелитель тьмы Вдыхает энергию Там В мертвецов И они начинают Вставать из могил Вот политический Труп Татьяны Аркадьевны Жданок С подачи Черного Карлиса Воспряла И действительно Ну вот Одно депутатское Место В Европарламенте С тех пор Удается Удерживать Ну соответственно Вот петиция В Европарламент Где у ней Нет никакой Перспективы Ну плюс Показали это На всех российских Государственных Телеканалах Вот Так что Акция это Ну с одной стороны Других нет Поэтому Я там Побеседовал с родителями Вот репортаж Сделал Про эту акцию Для портала Новая газета Балтия Можете почитать Я вот Когда Сижу здесь Сабиком Я даю Свои субъективные Оценки А там Это был Объективный Репортаж Я дал Слово Всем Участники Акции Высказали Своё отношение К тому Что там Было Скажем так Российских флагов Больше чем Латвийских И почему-то Был Вернее Российский Были Три Латвийских Флага Один Евросоюза Три Российских Триколора И несколько Андреевских Флагов Военно-морского Флота России Ну Про что это Про карнавал Или про что Не знаю Но Тем не менее Например Согласие Так и не Определилось Со своим Отношением К этой Вот Языковой Реформе То есть Нил Ушаков Обещал Компенсировать На уровне Самоуправлений Всю Ее Пагубу Но Нил В Брюсселе А Все эти планы Они в общем Были Благополучно Сошли на нет Так что К сожалению Этот вопрос Остается Открытым И я думаю Что Главное Тут Какая-то Ошибка И главная Пагуба Если вот Говорить В такой терминологии Это Хроническая Затянувшаяся Непредставленность Русскоязычных Заинтересованных В сохранении Русского языка И культуры На разных уровнях В том числе В школе В детских садах В непредставленности На уровне Принятия решений Непредставленности В СЭМе В СЭМе Потому что Вот эти вопросы Государственной политики Решаются На этом уровне То есть Должна появиться Партия Отстаивающая Интересы Русскоязычных Которая Является Рукопожатной И Ее мнение Выслушивают При принятии Решений Касающихся Вот этой Целевой Аудитории К сожалению С референдума 2012 года Здесь все Затянулось Русский союз Латвии Откровенно Токсичен За счет Пророссийского Особых Пророссийских Отношений Татьяна Аркадьевна Жданок Была наблюдателем На референдуме Так называемом В Крыму Согласие Тоже Сохраняет Стойко Занимает Скамейку Оппозиции В СЭМе И в результате Ну когда Другие партии Для других партий Это более-менее Ну такой Третьестепенный Совершенно Нейтральный вопрос Национальное объединение Со своей мантрой Все латышизировать Ну Они Правят Они Задают Повестку Я думаю Что этому способствует Наверное тема Отдельной дискуссии Этому способствует Еще и геополитика Ну да И начинать Я думаю Тут Ну смотрите Наряду Вот с этой Непредставленностью На уровне партии На уровне большой политики Так и не появилось Ни одной Внятной Родительской организации Они как-то Спонтанно Как грибы После дождя Возникают После очередной Там Макаянной Инициативы Как правило Шадурскиса А потом А потом Как-то Все Рассасывается Затекает И снова Тишь и благодать Нет Объединений Педагогов Русских школ Которые бы Отстаивали Их интересы Причем Отстаивали Профессионально Внятно Бояться Видимо Есть статья О лояльности Бояться Но именно Надо сказать Не надо бояться Надо С позиции Государственного Патриотизма Говорить Что вот Непредставленность И то что происходит Вот В этом сегменте Образования Является диверсией Против основ Латвийской Демократической Государственности Нет Тоже Объединения Директоров Школы Национальных Меньшинств Которая бы Отстаивала Специфические Интересы Вот этого Сегмента Школ Ну а если Этого нет Нет ни партий Ни Общественных Организаций То вот Это вот Тупование Что Кто-то там Высший суд Какой-то Высший судья Бог Все рассудит И расставит По своим местам Ну извините меня Это детство Потому что При реальной Или Тоска По монархии Я не знаю Но при Реальном Демократическом Государстве Демократия Это не что-то Такое Милое Приятное Нежное И ласковое Демократия Это такая Специфическая Форма управления Когда В силу Представленности Решаются Вопросы Если вас Вы не Представлены То соответственно За вас Решают Другие Вот мне кажется Пора Это как-то Осознать Прекратить Демонизировать И одновременно Уповать На государство На ООН На Европарламент Непонятно На что На Путина И Наконец-то Взять Свою Судьбу В свои руки Родителям Наконец-то Объединиться Во внятную Общественную Организацию И Отстаивать Свои интересы Тактически Грамотно И правильно Не брать Политиков Оппозиции Подавая Иски В Конституционер Конституционный суд Доказывать Свою правоту Заручаться Поддержкой Латышских Родителей Там кстати Есть несколько Внятных Организаций Латышских Родителей Может быть Вступать В эти Организации Не знаю Но Все Детство Закончилось Пора Брать ответственность На себя И понимать Что государство Это мы И вот те люди Которые Принимают Решения Да Они Действуют Там не назло И не потому Что американский Или какой-то Хитролатышский Заговор А потому Что вот Есть Их избиратели Которые Примерно Вот так И думают А другие Избиратели Других Партий К сожалению Вот Не представлены На уровне Принятия Решений И опять же Позволю себе Субъективное Суждение Потому что Одна партия Придается Поэзии Высокой Это Русский Союз Латвии Очень веселые Карнавальные Акции Но абсолютно Поэтические Никакой Прагматики А Согласие Вот После референдума 2012 года Так и не удосужилась Провести Работу Над ошибками Ну Да Привет обоим Обеим Партиям Игорь Ватолин У нас был в студии Большое спасибо